Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Та Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому кому интересны игровые прохождения и летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, а мы продолжаем наш марафон. Напоминаю, если вы набираете под этим видеороликом 10 лайков, то сразу же оперативно я выкладываю следующий ролик. Если даже через 10 минут после выкладки этого данного видеоролика вы наберете 10 лайков, сразу же выложу. Поэтому дерзайте. Ну что же, посмотрим давайте на сегодняшнее расписание. У нас домашняя игра против ротора, выездная против ЦСКА, потом у нас игра с локомотивом, зимний период трансферов начинается и игра с Ростовом. Так что как-то так. Я даже не видел нашего соперника или может видел. Да, это же ПСЖ вроде были, если я ничего не путаю. Да, ПСЖ, наш соперник в 1-8 лиге чемпионов, поэтому постараемся за то, что они в прошлом году выиграли лигу чемпионов, сейчас их выбить сразу же на стадии 1-8. Будет трудно, но мы должны будем постараться. Ну что же, у нас сейчас игра против ротора, через 4 дня после игры с Челси, и там через 14 будет игра с ЦСКА, поэтому мне кажется первым составом там кто готов, кто не готов, но будут играть. Ну вот, можно поменять, я не знаю, давайте Аки, Лукуми выйдет, Дугласа Сантоса вместо Хосегая, Бариоса попробуем, Мостового выпущу и вместо Жезуса Чалова, и вместо Малкома Регони. Все, вот таким составом мы выходим против ротора, Зенит-Ротор, поехали. Газпром-арена, Зенит принимает ротор в рамках чемпионата России, начнем. Ну и Азмун здесь очень грамотный корпус, поставил мяч, дальше так протащил, и забивает, пятая минута 1-0. 2-0, Чалов забивает, 56-ая минута, отлично. 3-0, дубль Азмуна, ребята, молодцы. И Мостовой очень даже грамотно сейчас нашел, Сердара Азмуна дал на него пас, супер. Так, арбитр показывает на точку, 80-ая минута, Кирквеля срубил Регони. Ну и сейчас посмотрим, будет ли там желтое, не желтое, на пенальти точно поставили. Азмун пойдет пробивать, сейчас может забить хэт-трик. Ну и отбивает вратарь, очень обидно сейчас за Сердара Азмуна, не забил пенальти. У нас так в пенальти, в принципе, редко мы пробиваем, а тут еще и не забили. Зато Азмун забивает с игры вот так вот, 85-ая минута, хэт-трик Сердара Азмуна, ворота ротора. И все, финальный сесток, хэт-трик Азмуна, гол Чалова нам приносит очередные 3 очка в чемпионате России. После 13-го тура мы все так же на первом месте, лидируем теперь в 4 очка на ЦСКА. Так, нам нашли право нападающего нового, Садио Мане, замечательно. Так, ну что же, мы переходим к игре против ЦСКА. Первая строчка играет против второй, тем более мы еще сейчас на выезде, поэтому будет очень важный матч. Так, готовим состав, Жезус, опять же не сыграет, будет играть Чалов, если что и Шамуродов там выйдет. Поэтому все, здесь будем играть именно стартовым составом. ЦСКА против Зенита. Поехали. Итак, веб-арена. ЦСКА принимает Зенит. Будет интересно действительно сегодня посмотреть, как первая строчка сыграет против второй, играя на выезде. Азмун здесь замечательно поставил корпус, отоборонялся и на Древусе отдает пас. Удар 1-0. Двенадцатая минута, Сердар Азмун отдает голевую на Себасе на Древусе. И мы выходим вперед. И 1-1. Вот так вот получилось. Перебросил замечательного защитника нашего, Игаич. Делает счет 1-1. И 2-1. Замечательно. Сразу же вышли на второй тайм. И Азмун делает счет 2-1. Гол плюс пас сегодня у иранца. Но на данный момент посмотрим еще раз, как была эта произведена атака. Вот Древусе находит Чалова. Чалов отдает, кстати, голевую. Но здесь очень хорошо, так мощно вложился. И все. Минимальная победа на выезде. Обыгрываем вторую строчку. Замечательно. По ходу матча в обоих случаях мы лидировали. Но у ЦСКА просто единственный удар был в створ. Азмун лучший игрок матча. Второй матч подряд. Так, ну и теперь у нас новый здесь преследователь. Это снова Локомотив, с которым нам сейчас тоже предстоит играть. И лидируем сейчас мы в 4 очка. Бакамбу стал лучшим футболистом Азии. Поздравляем его с этой наградой. Так, Гая у нас получил теперь новую роль Трудяга. Зенит занимает 4-е место в рейтинге клубов. Замечательно. Пиралису достоин награды лучший футболист Южной Америки. Так, нам предлагают в Бейджинг Гуан. Работу это китайский клуб. Естественно, мы туда не пойдем. Так, скауты нам снова нашли право нападающего. Я даже сейчас могу понять, что нам никто оттуда не подойдет. Это Архим Серлинг. Всех почему-то левых нападающих нам находят. Так, вы отказались переходить в другую команду? Да. Поэтому все предложения от пассажей, от китайского клуба аннулируются у нас. Итак, Мэйсон Гринвуд переходит в нашу команду. Замечательное приобретение. Так, получается все. По рейтингу у нас вроде здесь уже выставляется. Так, Ригони мы выставили данный транс. Ждем, когда его у нас подпишут. Так, переходим в план игры. Отсюда тогда Ригони. Теперь мы убираем, так сказать, из стартового состава. Вот. Со скамейки запасных. И ставим Гринвуда. Попробуем его в каких-нибудь матчах. Может быть даже против Локомотива. После голова Лензия стал всеобщим любимцем. За полный раз он забил портей, может перейти в Милан. Но у нас игра сейчас против Локомотива. Снова мы играем против второй строчки. И снова на выезде. Поэтому смотрим, кто готов, кто нет. Видим, что Караваев будет, а не повар на поле. Ну и Лукуми вместо Тахо мы возьмем. Все. Давайте дебютирует сегодня у нас Гринвуд. Попробуем этого парня. Я его пробовал в карьере стримовой за Спартак, когда мы еще тренировали. Поэтому там он вроде как так себе раскрылся. Но дадим ему второй шанс в наших карьерах. Локомотив против Зенита. Поехали. Итак, мы начинаем сегодняшний матч. Очередная битва лидеров. Снова мы приезжаем в Москву. Теперь против Локомотива нам суждено сыграть. Ой-ой-ой, а вот это галешник. 15-я минута. Вот сейчас просто мяч всех пролетел. И Локо выходит вперед. Причем забил. We are all fun. Не знаю, кто это. Либо трансфер, либо игрок из молодежки. А вот так вот 2-0. И Локомотив нас просто сейчас разрывает. Я не понимаю, что это за команда такая. Смолов еще делает счет 2-0. Ну а Змун делает счет 2-1. 45-я минута. Но все-таки перед перерывом нам нужно было забить хотя бы один мяч, чтобы на второй тайм было нам полегче. И все-таки 2-2. Азмун сравнивает счет, забивает дубль. 85-я минута. Время на самом деле-то еще есть. Поэтому будем стараться. И все, заканчивается матч со счетом 2-2. Обидная ничья. Из-за того, что у Локомотива всего лишь было два удара, два в створ за весь матч. И причем это их было первых два удара. Ну вот снова, как и в карьере за Лестер, здесь тоже где-то вот Пес становится на сторону соперника, где я просто ничего не могу сделать. Слава богу, хотя бы отыграться получилось. В 4 очка мы все-таки же лидируем над Локомотивом. Паласио сможет перейти в Вильяреал. Слухи пошли. И Портей получил прозвище Суперлидер. Так. Фарфана хотят у нас взять Вевертон. Ух, тут замечательно. Вот смотрите, прям предложения пошли. Так, поехали. Фарфана в аренду. Давайте мы на полгода сдадим. И попросим тоже 14600. Дальше. Санчеса в Лестер. Тоже сейчас на полгода. И денежек побольше. Хуакина в Лацо. Тоже на полгода. И 13700. Дальше. Арибери в Севилью. Тоже сейчас на полгода. И денежек-то побольше. Регони. Вот здесь это уже трансфер. Замечательно. Хотя бы нашли покупателя. Вайнтрахт. За 5 миллионов. Сейчас попробуем его продать. Мостового. Я не помню, я нашел или нет. Вообще ему сейчас замену. Вроде как нет. Поэтому давайте все равно попробуем его продать. Все-таки Реал Бетис. Интересная команда. Там я надеюсь, сейчас мы кого-нибудь да успеем. Полтора миллиона. За мостового Лунева. В Краснодар. Но я его еще не выставлял. Поэтому нет. Вот здесь вот сразу нет. Вот. Так. Ну и скауты. Скауты дальше мне ищут. Право на подальше здесь не нашли. А тем более я не знаю, зачем мне уже правый. Действительно. Если мне левый нужен. Я там кому-нибудь делал предложение или нет. Клюверт сколько стоит. Опа. Сейчас клюверта можно по дешевочке ухватить. Попробуем. У кого рейтинг 87 и клюверта. И за такие копейки сейчас можно забрать. Поэтому как-то так. Так. А что у нас дальше-то по рейтингу мостовой был? Дальше Лунев кстати идет. Поэтому давайте здесь все глянем. И поставим вратаря. Так. Здесь нам Гризмана советовали. Здесь. Кого нам посоветовали. Энтони. Но мы уже на позицию правого купили грину. Да я вообще забыл, что мы ищем-то уже левого. Поэтому все. Здесь мы как бы нашли клювер. Это неплохой вариант. Я так считаю. Попробуем его. Как-то так. Теперь будем искать вратаря. Пока есть время. Я не знаю. Быстро нам вряд ли вы найдут. Но и по трансеру Луниова мы тоже отказались в Краснодар. Так. Высокие ставки на Голиадора. Азмун. Малка может перейти в ПСЖ. Слухи такие пошли. Так. Что у нас здесь? Клюверт. Согласен, кстати, перейти. За 19 миллионов. Сейчас попробуем. Копеечки. Действительно. Так. Фарфан. В аренду за 13 миллионов. Он уходит. В Эвертон. Замечательно. До свидания. Дальше. Санчез за 12 миллионов. Замечательно. Дальше. Хуакин за 12 с половиной. Там почти. До свидания. Дальше. Рибери за 11 миллионов. В Севилю. До свидания. Ригони. Вайнтракт. За 4 миллиона. До свидания. Но это чисто трансфер. Так. Мостовой. В Реал Бетис. За миллион 300. До свидания. Смотрите, сколько мы сейчас просто наварили. 57 миллионов. За 1, 2, 3, 4. За 4 игрока наших. Именно в аренду. То, что мы их отдали. Все замечательно. Мы подписываем, во-первых, Клюверта. А во-вторых, сейчас не знаю, хватит ли. Да, мне хватит на Элведи. Еще центрального одного защитника. Мы берем вообще. Супер. Ну и все. И ждем вратаря. Какие там рейтинги, в принципе, у моих игроков, которых вот я сейчас в аренду-то поздавал. 74 и вот. 74, 75. 75 максимум. Поэтому как-то так. Я бы отсюда бы забирал по рыночной стоимости. Вот. Это Тадич. 30. Ну вот больше 30 миллионов я бы забирал. Но сейчас у меня просто уже зарплатного бюджета нет. Поэтому неплохо. Два топовых игрока мы забрали. Но, кстати, они присоединятся уже после игры с Ростовом. Поэтому сейчас у нас прощальная игра будет у Ригони. У Мостового. Вот как-то так. Зато присоединится у нас Элведи. И слева теперь у нас будет новый левый нападающий. Это Джастин Клюверт. Так, переходим к последней игре в сегодняшнем выпуске. Ростов против Зенита. Вместо Аки будет играть Лукуми. Мостовой. Попрощаемся с ним. И где наш Ригони. Тоже я бы с ним вот попрощался. Все, вот таким составом мы выходим. Ростов против Зенита. Поехали. Итак, Ростов-Арена. Ростов принимает Зенит. Официально уже подтверждено, что Джастин Клюверт присоединится к Зениту после игры с Ростовом. Присоединяется он из Барселоны. И Азмун 1-0. Отлично. 37-ая минута. Ну вот Азмун на сегодня действительно герой выпуска. Он хэтрик забил ворота ротора. Один гол вроде он забил ворота ЦСКА. Два мяча забил ворота Локомотива. И вот сейчас очередной гол он забивает. То есть уже получается за 4 матча он забил 7 мячей. И Жезу сделает счет 2-0. 77-ая минута. Ну вот и Габи Жезу сегодня забивает первый гол в сегодняшнем выпуске. И все, заканчивается матч. Уверенная у нас победа на выезде. Ребята молодцы. Ну и неплохо для себя провели этот матч. Наши, так сказать, выпускники из команды. Это Мостовой и Регони. После 16-го тура мы все так же лидируем над Локомотивом. 4 очка. И вот оно. Наше подписание. Из Барселоны прилетает Джастинг Люверт. С рейтингом 87. Это наш, если не ошибаюсь, сейчас будет самый высокорейтинговый игрок в команде. Ну и просто действительно за какие-то копейки. За 20 миллионов. За 19-е даже. Мостовой переходит в Реал Бетис. Хуакин в аренду. Люверт присоединяется к нам. Жезус может перейти в Манчестер Сити. Вернуться Паласиус в Вильяреал. Так, Элведи присоединился. Ну и давайте по рейтингу. Мы сейчас посмотрим. По убыванию. Да, у нас теперь Жезус и Люверт. С рейтингом 87. Неплохо, замечательно. Я бы даже сказал. Ну и все. Фарфан, Санчес уехали в Англию. Хуакин в Лацио, Риберию в Севилью. Поэтому неплохо. Но сейчас будем решать насчет Андрея Лунева. Ну и все. На этом у нас заканчивает сегодняшний выпуск. Ребят, напоминаю о том, что у нас продолжается наш марафон. Как только вы набираете 10 лайков, сразу же выходит следующий видеоролик. Поэтому дерзайте. Спасибо всем большое за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ставить на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей. Канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok